На Волга-фесте, масштабном фестивале набережных, собрано множество арт-объектов, поражающих своими формами, задумкой и исполнением. Чтобы ничего не упустить и познакомиться с каждым произведением, нужно было следовать за большой зеркальной птицей, возглавляющей променад-шоу «Полёт жизни». Оно стало главным путеводителем по фестивалю. Актеры останавливались у каждого арт-произведения, показывали театральное представление и рассказывали про объект. Главная задача, признаются организаторы, помочь в понимании современного искусства. Наша задача была не просто с ним где-то постоять красиво. Мы должны были сделать так, чтобы люди поняли, как его воспринимать. Потому что зачастую современное искусство очень сложно, тем более на улице, воспринимать. Мы хотели, чтобы люди поняли, что это за объект. А рассказывать действительно было о чём. Команда больше, чем из 500 человек, среди которых и организаторы, и волонтёры общими усилиями сделали на Самарской набережной грандиозный праздник. У гостей не было и минуты для скуки. Гигантские кальмары в небе, стихи Марины Цветаевой в стиле хип-хоп и жаркие латинские танцы под палящим солнцем. Это только малая часть интерактивных площадок, которые были доступны всем гостям фестиваля. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. На букфесте это город оживающих книг. И здесь оживают книги, персонажи, писатели, их дома, города и так далее. Ну, видимо, здесь у нас какие-то детские персонажи, зайцы и чебурашки подружились на одной картине. И сейчас мы вешаем это, максимально оживляя наш город. В сказочном городе новые персонажи появляются каждую минуту. Книжная площадка на фестивале набережных – одна из самых популярных. Одновременно с лекциями проходят мастер-классы для детей и взрослых. Нарисовать комиксы, изобразить любимых литературных героев – здесь верх берет творчество. Мы любим разные книги. И зачастую, когда мы их читаем, мы как будто бы погружаемся и путешествуем. И поэтому наши персонажи, мы им создаем места, куда им можно перепрыгивать. Каждый такой человечек может оказаться в Снежной Королеве, потом перебегать в Гарри Поттера, потом оказаться где-нибудь в сказке Буратино, поведать его золотой ключик, открыть тайну и так далее. Мы продвигаем такую важную для нас вещь, как культура участия. Все площадки, они не настроены так, чтобы человек приходит и просто смотрит. Для этого есть сцена. Остальные площадки все так или иначе побуждают человека что-то делать. Что-то делать, что потом может остаться, например, в городе. Либо что-то делать, что он потом может забрать домой и оставить себе на память, что он сделает со своими детьми, например. На время фестиваля Самарская набережная превратилась в уникальное творческое пространство. Причудливые архитектурные композиции, мастер-классы по кулинарии, возможность самим создать замысловатый арт-объект. На Волгофесте даже слоны точь-в-точь, как на даче купца Головкина. Пока одни учатся играть на необычных музыкальных инструментах, другие наслаждаются выступлением творческих коллективов. Деревянный плотно отмели Волги, креативные фонтаны, в фестивальную площадку превратился и пляж. В этом году тема фестиваля – навигация на реке и в городах, поэтому особое внимание территории и пляжа. Здесь множество тематических площадок и арт-объектов, но больше всего гостям понравились вот эти гамаки. Здесь можно расслабиться, отдохнуть, покачаться и полюбоваться Волгой. В этом году на Волгофест ехались гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Саратова, на Волжских берегах и иностранные артисты. Самара впечатлила актеров французского театра. Прекрасные впечатления, очень весело. Мы ходим босиком по пляжу, атмосфера восхитительная. Впечатления от этого всего может быть только самые хорошие. По словам создателей Волгофеста, работа по организации не прекращается в течение всего года. Едва закончился этот фестиваль, и организаторы уже придумывают творческие решения для следующего. Алина Чемберс, Василий Колдашов, События. ПЕСНЯ 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 Бодрым шагом с песнями и хорошим настроением к Волге спускаются участники парада «Дружба народов». Всероссийский парад проходит второй раз. На территории нашего региона много лет дружно соседствуют представители 157 национальностей, и поэтому самарцы охотно присоединились к акции. Праздник души и счастья – это единение России. Представляете, такое шествие – столько людей, представляет столько, знаете, все народы. Мы любим Россию, которая дает нам возможность вот так жить хорошо. На главной сцене праздника российские паспорта получили две украинские семьи. ПЕСНЯ Мы вас поздравляем. ПЕСНЯ На набережной собрались тысячи самарцев. С праздником горожан поздравил губернатор Николай Меркушкин. Глава региона напомнил, что наша область во все времена вносила весомую лепту в развитие страны. Регион и сейчас показывает рекордные темпы ввода жилья, направляет большие средства на строительство дорог и социальных объектов. Мы живем с вами в свободной и независимой стране. И всегда мы, когда были вместе, когда были едины, мы были непобедимы. Так было, так есть и так будет всегда. Главным подарком самарцам на День России стал праздничный концерт. Свои знаменитые хиты исполнили музыканты группы Ума Турман. Завершился праздник красочным салютом. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События.